Добрый день, дорогие друзья! Добрый и счастливый день, счастливый потому, что я на неделю был забанен нашим уважаемым ютюбом, то есть теми админами, которые им управляют. Причем забанен за ролик, где просмотры более 20 тысяч человек просмотрело. Это ролик, рассказывающий о гибели на специальной военной операции того человека, который замучил вместе с женой общероссийского известного кота Кузю. Замучил до смерти. Ну ладно, видимо я нарушил правила ютюба, согласен. А сейчас я хочу показать вам ролик, за который меня сейчас министр лесного хозяйства, вернее исполняющий обязанности министра лесного хозяйства Смоленщины, господин Шарин Юрий Викторович, привлекает гражданско-правовой ответственности, подав на меня исковое заявление в Ленинский районный суд, где он просит этот ролик убрать, заставить меня публично извиниться перед ним, принести опровержение на этот ролик и заплатить ему, кроме судебных издержек, 200 тысяч рублей 0,0 копеек. Это примерно такая сумма, которую он зарабатывает на своем рабочем месте в месяц. Для меня это сумма прокормить мою семью полгода. То есть полгода, на полгода он оставляет мою семью, жену инвалида первой группы, меня, 75-летнего пенсионера и сердечника, что касается болезни сердечника, а так я сердечный человек, и моего сына, который вынужден не работать, а по уходу за матерью-инвалидом. Вот такая фишка получается. Посмотрите, друзья, этот ролик, как по-вашему. Стоило ли чиновнику, посаженному в кресло главного лесничего Смоленщины, обязанного по своим обязанностям охранять леса, писать на меня это исковое заявление, причем речь идет не об оскорблении, на мой взгляд, о чем-то клевете, оскорблении, унижении чести и достоинства его, а просто о критике чиновника, который ненадлежащим образом исполняет свои служебные обязанности, на мой взгляд. На мой взгляд. На мой взгляд, подкрепленный имеющимися у меня данными, которые я почерпнул из открытых средств массовой информации. Добрый день, друзья. Евгений Гордеев из Солоного города Героя Смоленска. Заранее, извиняюсь за свой странный сипячий голос, просто простыл или что-то такое. Может, инфекция какая-то, я не знаю. Никогда такого не было. Но вы меня простите, пожалуйста. Как нам всем известно, 17 марта 1923 года Путин принял как бы добровольную отставку смоленского губернатора Алексея Островского. Алексей Островский возглавлял Смоленскую область с 20 апреля 2012 года и проработал губернатором 10 лет, 10 месяцев и 25 дней. Можно посчитать до минут и секунд, чтобы точно знать, когда же радость стала распирать наши сердца. Сердца коренных смолян. Радость связанная с тем, что ушел наконец такой великий человек. За время его правления, я не буду много рассказывать, значит, там цифр много, много разных, так сказать. Есть какие-то и позитивные, которые потом опровергли вроде бы. Но скажу, что за время его правления, население области сократилось почти на 72 тысячи человек. Падение примерно на 7 процентов. С 982 тысяч человек в начале 2012 года до 910 тысяч человек в 2022 году. Рождаемость за это же время снизилась аж на 41 процент. С 10,3 тысяч населения в 2012 году это было 61 место по России. До 6100 человек в 2021 году. Это уже 85 место стало по Российской Федерации. А смертность за тот же период выросла на 1 процент. С 16400 смертей 47 было место. До 51 места 16600 смертей. Ну, цифры потрясающие, ужасающие. Я как-то делал об этом ролик. Сказал, значит, что впервые, даже после войн 1812-го, войны 1941-1945-го годов, такого падения числа, уменьшения числа жителей Смоленщины не наблюдалось. И вот, напомню, что 17 марта 23-го года, в день издания практически указа президента, началась прокурорская проверка по поводу вырубки леса на территории особо охраняемого природной территории Хмелита. Это Грибоедовская усадьба там, Нахимовская усадьба и так далее, и тому подобное. Так вот, смотрите, я показываю страшные картинки. Больно смотреть на спеленные деревья. Стволы многих деревьев такого диаметра, что разбака рук не хватает. То есть, вековые деревья. Более 20-ти гектаров заповедника превратились просто в пустырь, вот в такую вот, как моя плеш, равнину с пнями, с пнями. И все это обнаружилось только после заявления губернатора Островского о том, что вырубок на территории особо охраняемой природной территории Хмелита нет. Не поверили люди. Пошли, нашли, сфотографировали, сняли на видео, обратились в прокуратуру, обратились к президенту. Я не знаю, это ли послужило, так сказать, скоропалительной отставке добровольной, так называемой, нашего губернатора или нет, но прокуратура должна свое слово все-таки сказать и следственный комитет. И если здесь есть признаки состава преступления, должны возбудиться, может быть, десятки уголовных дел против десятков соответствующих чиновников. В Смоленской области, как и везде, наверное, есть департамент областной по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания. Название прекрасное, название красивое, но оно не соответствует деятельности этого департамента, потому что он призван охранять наше природное богатство, защищать природу, животный и растительный мир, бережно относиться к лесу и его обитателям. А на практике это совсем по-другому оборачивается. Как вы все думаете, а чем же заняты руководители этого департамента, начальник господин Шарин и его сотрудники? Они шарят, да, шарят. Они шарят по лесам с тем, чтобы побольше этих лесов сдать в аренду. Не просто в аренду для того, чтобы там шашлыки, например, делать или же, так сказать, малину собирать, а для того, чтобы вырубать этот самый лес, понимаете? Вот какая аренда. Цифры этой аренды и уничтожения лесов просто потрясают. Даже официальная информация самого этого департамента свидетельствует о том, что в аренду под вырубку, еще раз говорю, и уже уничтожены, переданы лесные участки на площади 1 миллион 64,9 тысячи гектаров. Эта цифра на 17-й год, до нынешнего года, до 23-го, она, может быть, может, кратно даже увеличилась, понимаете? Их стало только больше. А общая площадь лесов, пожалуйста, открывайте любой справочник, написано. 2 миллиона 185 тысячи. Ну, просто взволновано столько, что я не знаю, понимаете? Может, поэтому мне и дышать-то нечем, что лесов уже нету. Товарищ Шарин с Островкин вместе отправили наши леса, так сказать, куда-то на мебельный комбинат. То есть Шарин и его команда, а можно сказать, Островский с Шарин и их команда, фактически лишили нас, россиян, жителей Смоленщины, более чем половины лесов. Так и есть, потому что мы говорим, значит, что на 17-й год только я сказал данные, а на сегодня, если взять, еще больше. Так кто же дал им такое право? Да никто не давал им такого права. А дальше больше, понимаете? Это мы говорим пока что просто о лесах. А есть еще, вы знаете, особо охраняемые природные территории, такие как Хмелита, государственные заповеди Хмелита. Сотрудники этого департамента передали в аренду под вырубку тысячи гектаров защищенных, защитных лесов в особо охраняемой природной территории Хмелита. Схема их деятельности проста до ужаса. Есть так называемый спелый лес. Спелый лес, это который, так сказать, созрел и можно его вырубать. А рядом асфальтовая дорога. Можно, но не нужно, потому что особо охраняемая территория. И они переводят лес в эксплуатационную, так сказать, спелый лес в эксплуатационную часть, так сказать, и передают в аренду территории гектары для вырубки этого уже эксплуатационного леса. Так вот, в договорах аренды лесов под вырубку и других соответствующих документах накладных фигурируют лиственные породы леса. Березки, осинки какие-то и так далее. А рубят-то ель строевую, рубят-то дубы, оставшиеся еще кое-где. Но оставшиеся сохраненные людьми. Причем юридических лиц, которым в аренду сдаются эти леса, огромное количество. А фамилии учредителей этих юридических лиц одни и те же, понимаете? То есть идет, так сказать, расхищение леса, значит, под видом сдачи в аренду разным юридическим лицам, чтобы не было видно, какого масштаба, так сказать, вот эта вот вырубка идет. А как эти лица перевозбудились, как они забегали, когда Островский попытался, не попытался, уже сделал, ликвидировал, так сказать, особо охраняемую природную территорию своим указом от 13 декабря прошлого года. Понимаете? Они думали, что теперь можно все рубить подряд. Кинулись всей своей техникой, всеми своими лесорубами, так сказать. Всеми своими погаными ручищами загребать. Но Островский оказался осторожнее, понимаете? Запахло жареным, потому что приехал заместитель генерального прокурора по этому вопросу из Москвы. Бастрекин взял председателя Следственного комитета себе на крючок, на контроль это дело. Тут Островский перетрухнул, так сказать, и сдал приказ об отмене своего приказа. И снова, так сказать, стала территорией особо охраняемой природной территорией. Но вырубка как шла, так и идет. Он говорит, зимой прямо на усадьбе Нахимова городок некие граждане из ООО «Лесные дали». Красивое название. А нету лесных дали, так сказать, уже открыли лесосеку, вот эти лесные дали. И дали стали эти лесные простираться, все далее, 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 за горизонт. Уже леса не видно, не дали. И это все происходит. Происходит, повторяю, внутри, на самой территории, особо охраняемой природной территории, государственной заповеднике Кмелита. Это в месте гнездования краснокнижных беркутов, в месте обитания редчайшего махаона, это бабочка, насколько я понимаю, в водоохранной зоне, в месте водопоя лосей и благородных оленей, в месте обитания бобров и так далее. Вот я вам показываю, как теперь выглядит лес напротив усадьбы Нахимова, городок, в Кмелите, на особо охраняемой природной территории. Вы понимаете? Судя по тому, что произошло, по мнению этого Шарина, ну, судя по тому, он, видимо, имеет такое мнение, его компания и Островский вместе с ним, что ни леса вокруг усадьбы Нахимова, ни краснокнижные животные, растения защиты не требуют. Это отдельный кусок, так сказать, и ими пусть занимается кто хочет. Вот правозащитники, так интересно, что же тогда у этого Шарина и у других из этой стаи лесорубов? За ненависть такая к нам с вами, к нашей области героической, к стране в целом, а может быть, к нашей истории, природе? Или это просто недоумство и нежелание работать на благо России? А может быть, это, и, скорее всего, это так, просто неуемная страсть к наживе? Прокуроры, следователи, ответьте нам на эти вопросы. По мнению лесозащитников, зеленых, что-то можно сейчас, но срочно сделать еще, что можно. Леса эти уже не восстановить, понимаете, деревья назад не воткнуть, к пенькам не приклеить, но необходимо, первое, срочно назначить аудит всех договоров аренды на лесные участки по всей территории Смоленщины. Второе, провести лесоустройство. Третье, поставить на государственный кадастровый учет ООПТ Хмелита. Оказывается, до сих пор, несмотря на указания прокуратуры и даже суда, кажется, насколько я помню, не поставлено Хмелита, государственный заповедник, на кадастровый учет, вся эта территория, 264 тысячи гектаров. Ну, огромная территория, не поставлена на кадастровый учет. И четвертое, надо немедленно упразднить, снять, прекратить договоры аренды, снять аренду со всех лесных участков во всех, на всех особо охраняемых природных территориях Смоленщины. И я обращаюсь от имени всех Смолян к губернатору. Мы вас выберем, если вы сейчас, неотложно, отложив все свои насущные дела, ну, кроме, конечно, ремонта дорог и улиц, выйдите в Хмелиту, посмотрите, что там делается. Примите вот эти вот меры, о которых мы вас просим. Четыре вот этих вот меры. И это все в ваших интересах, извиняюсь, тоже. И в ваших силах, главное, входит в круг ваших обязанностей. И в конце концов, в круг ваших обязанностей входит решение кадровых вопросов. Вы посмотрите, даже Островский сказал напрямую, значит, нам, что меня подставили, мне подсунули на подпись тот указ от 13 декабря. Так вы хоть, так сказать, не терпите у себя под боком тех, кто подсовывает вам какие-то документы левые. Увольте к чертовой матери, отправьте, так сказать, куда? На передовую, на СВО, специальную военную операцию на Украину. Тех, которые, так сказать, распродают наши смоленские леса. Если потребуется, значит, мы в партизаны пойдем, если, не дай бог, враг когда-нибудь у нас на территории. Ну, куда идти? Среди пеньков, так сказать, рыть себе траншеи, так сказать, закапываться, как кроты. Партизаны ведь в лесах водились, не водились, а трудились на благородину, воевали с врагом. Героями многие стали. А нам даже партизанить негде. Все, товарищ Шарин, значит, и его капелла лесорубов повырубили. Негде Родину защищать. К губернатору Василию Николаевичу Анохину обращаюсь к сердечной просьбе от всех нас. Сейчас обращаюсь вот с такой вот огромной нашей сердечной просьбой. А мы посмотрим, значит, как вы ее исполните. И со светлыми мыслями, с горячими сердцами пойдем в свое время за вас голосовать. И посадим вас в губернаторское кресло на долгие-долгие годы. Спасибо, друзья. С вами был Евгений Гордеев. Славного города Героя Смоленска. Пока. Ну вот, посмотрели, друзья, убедились, что даже в состоянии болезненном я не смог усидеть на месте, посмотрев, а что же творят с нашими смоленскими лесами. Если так будет продолжаться дальше, то на Смоленщине некуда будет выйти погулять, подышать лесным лечебным воздухом, вывести туда своих детей, внуков, собирать грибы, ягоды, ну и так далее. Делать все то, что делают нормальные люди там, где сохранены наши лесные богатства. Всего нам всем доброго, друзья. Обращаюсь к вам с просьбой продолжать помогать нашему приюту Котовася 67. Люблю вас, уважаю, обнимаю. Со Старым Новым Годом поздравляю. Всего нам всем доброго и мира нам всем. На этой бренной земле. Пока.